Кто-то знаком с животным миром, кто-то не очень, но вот эти животные грузуны, они набивают свои норы зернами и чем-нибудь съестным, чтобы переземновать. То есть они собирают запасы на зиму. И кроме того, они ставят очень хитрые приспособления, похожие на рогатки. Как вы думаете, зачем они делают вот эти приспособления? А делают они эти приспособления на тот случай, если вдруг их норы каким-то образом будут разорены. Там нападение крупных животных или еще что-то случится, и на тот случай, если они останутся без запасов на зиму. Если такое происходит, то эти грузуны вешаются на этих рогатках. Вот такой вот животный инстинкт у них. То есть если нет запасов, значит нет смысла мучиться. Ну может быть вы мне скажете, что это жестокая история, конечно, про животных, но она в некотором смысле поучительная. Потому что мы с вами, конечно, не берундуки, не белки, и мы всегда можем найти выход из самой сложной ситуации. Но зачем эту ситуацию сложную создавать? То есть в принципе можно этого избежать. Вот напомню вам несколько моментов из мультфильма. Что же она только не пыталась с этим орехом сделать? Она беспокоилась на протяжении всего мультфильма, чтобы его не потерять. Он у нее и замерзал в идее, он у нее и тонул, он у нее и скатывался в большой глубокий овраг. То есть она всячески пыталась его защитить накопленное. Правильно, Наталья. Она пыталась защитить этот орех, то есть она его пыталась сохранить. Вот, к сожалению, многие люди не думают о том, чтобы создать резервы на будущее, какие-то запасы. И живут нынешним днем, надеются на пресловутый авось. И в принципе они понятия не имеют, что же такое финансовая защита. Мы уже возвращаемся к нашим насочным вопросам. И что же вот это такое на самом деле? Что же это за план финансовой защиты? Ну, во-первых, это пенсионные накопления. Это основа любого плана. Думаю, мне не нужно вам объяснять, почему в возрасте 60 лет заработать деньги намного сложнее, чем в 30 или 40. Вот. И поэтому нужно нам думать о своем финансовом будущем уже сейчас. Во-вторых, сколько людей зависит финансово от вас? То есть, есть ли у вас сождевенцы? Это могут быть дети, это могут быть ваши родственники, это могут быть пожилые родственники, которые не дееспособные, не трудоспособные и сами не зарабатывают себе средства к существованию, да, для жизни. То есть, их нужно защитить от непредвиденных обстоятельств. Что будет с ними, если вы, как кормились, не сможете зарабатывать деньги? Или, ну, не дай бог, произойдет какой-нибудь несчастный случай, да. И третье, это наличие ликвидных средств. То есть, сколько и куда они инвестированы. Вот это является основой резервного фонда. Итак, то есть, вы меня поняли, да, что такое план финансовой защиты? Это создание пенсионных накоплений, это страхование жизни и это создание резервного ликвидного фонда. Я чуть-чуть позже поясню, почему слово ликвидного выделено крупным шерифтом, жирным шерифтом. Вот. Значит, для чего же нужны средства в резервном фонде? Субтитры сделал DimaTorzok